Еврокомиссар Януш Войцеховский приехал в Эстонию, чтобы обсудить две проблемы. Но если первая полностью направлена в будущее, то вторая, конечно же, связана с войной в Украине. Россия и Украина – крупнейшие производители пшеницы в мире. Беларусь, к тому же, еще и поставщик удобрений. На рынке можно найти замену, но цена на удобрение резко выросла, что наряду с удорожанием энергоносителей вызвало сильный рост цен на продовольствие. В первую очередь, Европейская комиссия анализирует ситуацию с точки зрения глобальной безопасности. И здесь цифры говорят сами за себя. Повода для паники нет. Голода нет и не будет. Судите сами. Оборот продовольственной продукции в Евросоюзе составляет 300 миллиардов евро. А на Россию и Беларусь и Украину приходится 18 миллиардов или лишь 5-6%. Причем большая часть пшеницы приходится на Северную Африку и Ближний Восток. Вот эти регионы не зря озабочены. Возможно, именно их ждут серьезные проблемы. Для смягчения последствий нового кризиса Еврокомиссия одобрила пакет мер. Она разрешила использовать земли, до сих пор предназначенные для иных целей. Это в целом около 4 миллионов гектаров. Мы разрешили государству оказывать прямую помощь фермерам, пострадавшим от кризиса. А до сих пор это было запрещено. По 35 тысяч евро на одну ферму. Мы решили взять средства из кризисного фонда. Мы также разрешили странам ЕС использовать самофинансирование до 200%. Эстония получит 2,5 миллиона евро и может добавить еще 5. И это только часть мер. Более всего Украина экспортирует в ЕС кукурузу. И, конечно, более серьезные проблемы возникли у стран-соседей. То есть кукуруза есть, но порты Украины, Мариуполе и Одесса блокированы россиянами. Еврокомиссия готова помочь найти новые логистические решения. Принято еще несколько важных решений. ЕС начнет использовать резервный фонд. Из него на пособие будет выделено 500 миллионов евро. Есть и решения, принятые на перспективу. Полностью отказаться от импорта из России, военное действие которой является нарушением международного права. Но еще раз повторим, голод ЕС не грозит. Как не грозит у на Эстонии. Если мы смотрим на нашу возможность самообеспечивать себя продовольствием, то здесь мы не должны бояться. В хорошие годы мы производим зерна вдвое больше, чем потребляем. Молока также вдвое больше, чем выпиваем. Рыбы мы вылавливаем в 4-5 раз больше, чем съедаем сами. В Эстонии довольно велика доля экспорта. Хуже ситуация с фруктами и овощами в силу сезонных перемен и климата. Но бояться, что наши полки опустеют, не нужно. Рост цен, вызванный разными причинами, появится. Но мы будем его наблюдать и прогнозировать. Но понятно, что эмбарго на белорусские удобрения нанесет серьезный урон эстонским фермерам. Оно ведет к росту цен, а следовательно, к удару по карману нашего потребителя. На военном фоне в сторону отошла проблема будущего – реформа сельскохозяйственной политики. Пока же наше сельское хозяйство на хорошем счету. По экологичности, то есть по использованию удобрений, пестицидов и прочей химии, мы въезд на второй позиции после Австрии. Михаил Владиславлев, Петер Рюлевайн, Новости Таллина.